Мы будем сегодня освещать вопросы консервативного и оперативного лечения хронических заболеваний вен. Обозначу наличие конфликта интересов с компанией Альфа-Сигма, и я бы сначала вообще остановился на понятии, что такое хроническое заболевание вен. Мы обещали, что мы четко разделим хроническое заболевание вен и хроническую венозную недостаточность. То есть зачастую вижу, что эти два понятия путаются, и есть в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, оно нам обозначает, что хронические заболевания вены – это морфологические функциональные нарушения. То есть хронические заболевания вены – это варикозная болезнь, посттромботическая болезнь, ретикулярный варикоз, хлебопатия, в которую я не верю, хлебодисплазия – вот это хронические заболевания вен. Венозные недостаточности – это уже состояние, отек, изменение кожи, подкожно-жировой клетчатки, трофические язвы, то есть те классы С3 и С6, которые мы по себе обведем. У вас, когда появляется пациент с варикозной болезнью, один из его частых вопросов – почему у меня есть, а у соседки нет? Ну, такой банальный вопрос. На самом деле, все, конечно, кроется в генетическом, если мы посмотрим распространенность, это крайне широко распространенное состояние хронических заболеваний вен. 75% взрослого населения обнаруживают теленгектазии расширенной ретикулярной вены, а я четко скажу, что это данные европейского населения в возрасте от 30 до 70 лет. У каждого второго, у каждого третьего имеются расширенные притоковые вены, у каждого десятого имеется варикозная трансформация, сопровождающаяся отечными изменениями, трофическими изменениями, отечными проявлениями и трофическими изменениями, и у каждого сотого есть сложившаяся трофическая язва. У нас есть генетический баланс, на него накладывают отпечаток длительное положение стоя, длительное положение сидя, беременность, пожилой возраст, ожирение. В основе патогенеза этого состояния, в основе патогенеза хронических заболеваний вен, имеется основа, это генетика, которая определяет готовность венозной стенки к ремоделированию. Есть те самые производящие факторы, которые я вам обозначил. И первое, что страдает под действием этих производящих факторов, наложившихся на генетический фон, является эндотелий. Происходит дисфункция эндотелия, запускающая процесс миграции лейкоцитов и актиации металлопротеиназ, то есть банально воспаление венозной стенки. Под действием воспаления венозной стенки ремоделируется, изменяется, трансформируется, в последующем меняется ее проницаемость. В окружающей ткани идут фибриногены, ретроциты, в интерстициальное пространство идет все, вплоть до жидкостей, ретроцитов, то есть возникают трофические изменения в окружающих тканях, мы видим уже в высоко зашедшей С4, С5, С6. Вот как развивается этот процесс. Когда мы касаемся оценки жалоб наших пациентов, на что они жалуются, есть отличное исследование спектра, которое демонстрирует нам, с чем к нам приходит пациент. Это утомляемость, тяжесть, боль, венозная боль, ощущение отечности. Это, как вы видите на таблице, самые частые проявления венозных хронических заболеваний вен. Если же мы посмотрим на то же самое с позиции консенсу на документы 2016 года, мы видим о том, что боль, нующая, тупая, отправится в варикозно-трансформированных притоков, да, это веноспецифичные симптомы. А вот ощущение жары и жжения, ощущение покалывания, беспокойства в ногах, синдром беспокойных хронов, это не веноспецифические синдромы, которые не характерны, в общем-то, для, ну, как минимум, не являются типичными для венозной недостаточности. Я не буду долго останавливаться на классификации, которая на данный момент вся претерпела небольшие изменения. Обозначу, что хотя бы клинический класс вы в своем диагнозе постарайтесь, пожалуйста, отразить. Если ничего нет на ножках, напишите C0. Если есть варикозно-трансформированные вены в виде сосудистых звездочек, напишите C1, C2 – варикозная трансформация, отечный синдром C3. И дальше, как видно на нашем слайде. Что касается физикального обследования, я думаю, что сейчас Владимир Юрьевич, ну, скажем так, знает все эти темы, все эти пробы. Я некоторые пробы уже просто не помню. Я могу сказать, что они теряют всякое вообще свое значение. Мы имеем ультразвуковой сканер в руках, забываем о том, что у нас было с точки зрения выполнения этих проб, в том числе со жгутами, но также они должны зацикливаться на этом самом ультразвуковом сканере. Наш приказ в Министерстве здравоохранения 2017 года четко регламентирует, кому мы должны делать ультразвук. Это на самом деле огромная беда, когда приходят с хроническими заболеваниями, без хронических заболеваний вен, и пациент хочет только одного, чтобы мы сделали ультразвуковое сканирование. Есть четкие пункты, когда мы в соответствии с нашими рекомендациями здравоохранения должны это сделать. Когда мы производим скрининг или обследование для исключения иных хронических заболеваний вен, речь идет о клиническом классе С1, когда мы планируем вмешательство этому пациенту, и когда мы производим диагностику при подозрении на проблемы в глубоких венах. Основной подход – это клинический. Мы оцениваем объективно состояние пациента и обычный осмотр. Когда мы говорим о лечении, мы всегда говорим о том, что это обязательно комбинация всех методов лечения. Консервативной терапии, вселебосклерозирующего лечения, хирургического лечения. Нельзя взять, выделить одну составляющую и сказать, что я буду победителем варикоза. И, безусловно, в основе всего является определение целей и задач для того, чтобы мы с пациентом разговаривали на одном языке и поднимали одни и те же вопросы, чего он хочет добивались каких-то положительных результатов. Есть общие какие-то цели. Это устранение профилактики флебита, профилактики кровотечения, тромбоэмболических увлажнений, остановка либо замедление варикозной трансформации притоковых вен, коррекция нарушения трофических изменений. Общее такое понятие – улучшение качества жизни и устранение косметического дефекта. Но поймите правильно, не все пациенты хотят у вас устранить косметический дефект. Спросите, насколько это значимо. И, исходя из этого, уже определяйте объем операций, который вы будете предлагать, объем лечения, который вы будете предлагать своему пациенту. Если мы говорим о формулировках целей и задач, мы обязаны тоже подчеркнуть, что мы будем использовать средства с доказанной эффективностью. Это вообще мой кумир, который разработал рецепт салата для укрепления вен на ногах. Значит, там колечки помидор, полиэтиленовая пленка, шарф. Вот это вот все, что нужно знать о современном лечении варикоза. И, к сожалению, это лечение происходит по телевизору, и очень часто пациент уже приходит с готовым салатом. Когда идет какая-то отрицательная динамика, переходим на второй этап, настойка бобровой струи, и там обязательно не запивать, столовые ложки, десертные ложки. Вот это вот все включается в ход. Ну и на самом деле я вижу тут реакцию зрителей, это все хорошо, замечательно, но мы сами часто впадаем в ту самую рассуждательную фребологию. Обратите внимание, доказательные наши назначения, это я прямо взял из заключений коллег. Реальные назначения. Детролекс две недели, затем Солдексит две недели, затем фребоди одну неделю, подпись, там вообще это руководитель хорошего структурного подразделения. Такой микс, когда точно что-то должно сработать. Или только микронизация способна обеспечить достаточный эффект. Почему мы выбираем вот эту вот ту самую рассуждательную фребологию? У нас доказательств нет или мы не знаем этих доказательств? А может быть мы знаем доказательства, но мы просто банально их игнорируем. Какие бывают причины для того, чтобы игнорировать имеющуюся доказательную базу? На самом деле причин бывает достаточно много. И основная причина – это личный опыт. Я знаю, как лечить это лучше. Есть причины заведующего отделения или вышестоящего руководства. Это чье-то мнение. Вполне себе достаточная причина для того, чтобы игнорировать каноны доказательной медицины. Мы всегда должны опираться на какие-то клинические исследования, которые будут действительно определять и гарантировать, хотя бы тоже отчасти гарантировать нам положительный эффект от нашего лечения. В позиции доказательной медицины мы назначаем вазоактивные препараты. Для чего вообще назначаем? Для потенцирования других методов лечения речь идет о склеротерапии, хирургии, компрессионной терапии и для уменьшения явлений хронической венозной недостаточности либо побочных инвазивных методов лечения хронических заболеваний вен. Когда мы должны назначить веноактивные препараты? Все очень строго по сканонам доказательной медицины. Обращаемся к нашим рекомендациям. Выжимка из многих исследований в пероральные флеботропные препараты рекомендуется как безопасное средство для устранения симптомов хронических заболеваний вен. То есть не рекомендуется их использовать при отсутствии симптоматики хронических заболеваний вен. Что это значит? Нет симптомов, нет таблетки. Не дискредитируйте, пожалуйста, препарат, не назначайте при асимптомных формах сосудистых звездочек в флеботропную терапию не поможет точно, звездочки не исчезнут. Когда нужно назначать флеботоники? Или когда, скажем так, сейчас слайд, когда они ограничены. Во время беременности грудного скармливания не рекомендуется назначать флеботропную терапию. Позиция доказательной медицины – это вышимка из наших клинических рекомендаций. Дальше рекомендуется назначать веноактивные препараты в виде монотерапии, поэтому вот эти вот все салаты из флеботоников тоже убираем. И не рекомендуется применять женерики или аналоги веноактивных веществ. И дальше в наших рекомендациях это все расширяется. Вот это вот про женерики. Отлично. И как только я сказал про беременность, назначение флеботропных препаратов, я тут же останавливаюсь и говорю, теперь и об этом забудьте. На самом деле и при беременности тоже вазоактивные препараты назначать можно. Опять как-то такая несостыковка. На самом деле, если мы дальше начинаем попать доказательную медицину, мы приходим к тому, что при беременности назначаются вазоактивные препараты с хорошим клиническим эффектом, действительно они работают, эффективность и безопасность показаны в клинических исследованиях. По этому поводу призываю вас в следующий вторник присоединяться в 19.00. Тема «Беременность. Зоны компетенции акушера и флеболога» Константин Витальевич торжественно обещает всем подарить книгу, кому-то в бумажном варианте, кому-то в электрическом варианте, кому как повезет, кто первый встал в тапке. Поэтому в вторник присоединяемся в 19.00 и узнаем, когда можно при беременности флебоактивные препараты применять и насколько это пойдет в разрез с рекомендациями, в разрез с данными клинических исследований. Когда мы открываем те самые рекомендации по фармакологической поддержке, там будет очень много препаратов. Будут перечислены простагландины, петоксифилин, аспирин, хлеботропные препараты и солдексид тоже будет перечислен. Мне очень нравится исследование, которое было проведено во Франции в 2012 году. Французы, они классные на самом деле. Они взяли 4000 всех своих таблеток, которые они назначали на тот момент, в 2012 году во Франции, и пропустили их через фильтр доказательной медицины. Они посмотрели, на какую из этих таблеток есть действительно база доказательной медицины. Получили 50 на 50, то есть 50% препаратов сразу улетели в помойку. Дальше пошли англичане. Англичане, 2001 по 2010 год, они педантично собирают по-английски, собирают вообще всю информацию о своих методах лечения хронических заболеваний вен. Все методы, все таблетки, они анализируют. Ответ отличный. 38% методов имеют доказательную базу доказательной медицины. То есть еще больше, там получается 62%, в общем-то, сразу нужно автоматически в помойку отправлять. С этих позиций мы должны также пристально с позиции доказательной медицины взглянуть на гликозо-аминогликаны. Что мы знаем о них? Ну, мы знаем о них о том, что на производство гликозо-аминогликанов уходит очень много свинок. То есть из 40 тонн интерстициального сырья вырабатывается 10 кг гликозо-аминогликанов, небольшая относительная коробочка, которая вот этой коробочкой 10 кг делится на гепарины со всеми своими разновидностями, низкомолекулярными, обычными гепаринами, и смесь других гликозо-аминогликанов. Вот эта вот смесь других гликозо-аминогликанов – это сулодексид. И то есть мы, в принципе, понимаем, что это те же самые антикоагулянты, но немножечко другие. Начинаем разбираться в этих эффектах, этих самых гликозо-аминогликанов из этих поросят. Каким эффектом они обладают? Противовоспалительным эффектом. И дальше начинаем говорить, как он реализуется. Через антиоксидантную систему, через клеточный и воспалительный ответ, который подавляется, через снижение выраженности цитотоксических ответов, через снижение выраженности лейкоцитарной адгезии. Выглядит все достаточно просто до тех пор, пока я вам не показываю вот эту таблицу, каким образом к этому всему пришли. То есть здесь есть исследования на мышках, на человеках, на собачках, на ком угодно, для того, чтобы показать, как работают фибробласты, как работают энтраликины, как факторы роста эндотелия работают при назначении гликозо-аминогликанов. И вот эта вот вся доказательная база из, ну скажем так, это из лаборатории к нам приходит и реализуется в конкретные клинические эффекты. Следующий эффект – вазопротективное действие слоудексина. Реализуется через повышение отрицательного заряда эндотелиальных клеток, через восстановление ее проницаемости, резистентности эндотелия и стимуляция роста гликокаликса. До недавнего времени я вообще не сильно представлял, что такое гликокаликс. Это было что-то такое далекое, самое большее, что я знал, что сосуд выстилается эндотелием. К гликокаликсу мы чуть-чуть попозже вернемся, потому что мы как клиницисты, но в общем-то не гликокаликсы, мы обычно мыслим. Мы мыслим категориями C1-C6, а вообще C0-C6. И нам интереснее, как работает препарат на клиническом уровне. На клиническом уровне C6 разбираем. Это очень сложные пациенты, которые, ну скажем так, они уже походили по всем врачам, трофическая язва заживает небыстро, оперировать ее нечасто берут. И на помощь приходят два отличных специалиста с фамилиями Феррари и Мартини. То есть Феррари и Мартини спасают мир. Они делают исследование, которое показывает, насколько полноценно заживают трофические язвы. При назначении солдексида, либо при базовой терапии, которая включает компрессионную терапию и местную терапию. Обращаем внимание, 35-70% заживления с применением солдексида, 21-36% без его применения. Скорость заживления, это рандомизированные исследования, 72 дня и 110 дней. Результаты отличные. Все эти рандомизированные клинические исследования объединяют в метаанализ. Это уже получается достаточно крупное такое обзорное исследование, включающее 500 пациентов. И смотрят о том, что полнота заживления трофических язв при добавлении солдексида 50%, 29, если мы его не используем. Очень важный пункт. Не увеличивается количество нежелательных явлений. Для пациентов, у которых есть трофическая язва, назначение каждого последующего препарата – это достаточно большие риски. Мы должны это учитывать, потому как полифрогмазия – это наше все у пациентов с трофическими язвами. Очень часто возникающий вопрос, за чей счет праздник. То есть, если мы лечим, насколько это болезненно ударит по кошельку наших пациентов. А этот вопрос, наверное, сейчас встанет еще сильнее. Три года назад этим слайдом поделился со мной Сергей Николаевич Якушкин. Он проводит анализ, сколько стоит перевязочный материал на один год ухода за трофической язвой. В первый год это обходится 50-55 тысяч рублей. В второй год это обходится 100-110 тысяч рублей. Ухаживать за трофической язвой дорого. Когда мы рассчитываем, сколько стоит принимать один месяц солдексида для того, чтобы ускорить заживление трофической язвы, мы приходим к тому, что это примерно составляет один месяц ухода за трофической язвой. То есть, мы здесь никаким образом не выходим из бюджетных каких-то ограничений. Мы добиваемся быстрого заживления трофических язв. Мы добиваемся улучшения объективных, субъективных показателей по критериям качества жизни. Я подчеркну, что это исследования, которые добавляют солдексид к базовой терапии, которая включает компрессионную терапию. Не надо думать, что если вы добавили одну таблетку, у вас волшебным образом язва затянется. По компрессионной терапии – это прямо отдельная жизнь во флебологии. Я вам очень советую поднять документ РАБа 2018 года, у которого разобрано весь эвиденс под компрессионной терапией. Там есть 25 рекомендаций, для 17 из которых есть уровень убедительности доказательств 1А, 1Б. То есть, этому верить можно. На данный момент у нас есть умеренного качества доказательства по профилактике и лечению венозных отеков. У нас есть надежные доказательства об эффективности профилактики лечения язв и нет рандомизированных клинических исследований в пользу профилактики прогрессирования хронических заболеваний вен. У нас есть противоречивые данные в отношении профилактики развития постромботической болезни, постромботического синдрома, Но, несмотря на противоречивость данных, а это уже выдержка из РАБы, компрессия рекомендуется для профилактики того самого посттромбатической болезни, посттромбатического синдрома. С позиции доказательной медицины, когда мы наступаем на компрессионную терапию, мы говорим о том, что компрессия – это эффективное средство для устранения субъективных симптомов. Компрессионный трикотаж лучше бинта. Улучшение эффекта склеротерапии. Обращаем внимание, что при С1, а вовсе не при всем остальном. Это позиции доказательной медицины. Предупреждение привычного отека у здоровых людей. То есть, если вы летаете, у вас нет рефлекс, у вас нет варикозной трансформации, нога отекает, и вам хорошо в компрессионном гольфе, пожалуйста, летайте в компрессионном гольфе. После операции эффект компрессии при использовании трех дней равен четырем неделям. И очень важно для уменьшения кожных изменений сокращение рецидивов веносных трофических язв. Это касается профилактики. Поэтому компрессия – это, конечно, профилактика рецидива трофических изменений. Компрессия – это профилактика венозных тромбоэмболических осложнений. Но компрессионный трикотаж – это не профилактика варикозной болезни. Профилактика посттромботических явлений с позиции доказательной медицины и фармакологии – да, сулудексид. Есть исследование нашего уважаемого друга господина Петрикова, который берет в одну группу, включая 64 пациента, которые принимают варфарин, в другую группу 66% сулудексид и наблюдает за этими пациентами в течение года. Что он получает? Вывод достаточно простой. Сулудексид после антикоагулянтной терапии при проксимальных тромбозах работает. Он уменьшает на 22% признаков посттромботической болезни. А в исследовании была применена шкала Вилальта. То есть на 22% уменьшаются признаки посттромботической болезни. На 17% – частота развития тяжелых форм. И в 1,7 раз в целом меньше частота возникновения той самой посттромботической болезни. Но если мы возьмем пациентов попроще – С3, С4, 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 Б – так себе, в общем-то, они и попроще. Длительность процесса у них достаточно значимая. Снижение качества жизни для каждого из этих пациентов значимое. Риски инфицирования у этих пациентов высоки. Зачастую они тоже ходят по всем врачам, ищут помощи, и зачастую они ее не получают. Если мы обратимся к тем самым рекомендациям Ассоциаций флюбологов России, про С4 написано очень аккуратно, я бы так сказал. Потому как доказательная база по типичной назначаемой флюботропной терапии, она спорна. В рандомизированных клинических исследованиях поднимаем клинические классы С3, С4. Я здесь с ЦРР буду приводить доказательства 2017 года. Это рандомизированное исследование. Там было больше 1180-1200 человек. С клиническим классом С3, С4 получают они в СЛДУе по 500-1000 единиц в сутки в течение 3 месяцев. Чего получаем? У клинического класса С4 гиперпигментация, экзема, липодерматосклероз, воспаление снижаются от 53 до 77%. У пациентов, у которых нет трофических изменений, то есть С3, тяжесть в ногах, зуд, боль, чувствительность кожи, судороги уменьшаются. Выраженность на слайде не буду говорить, но очень значимая. Я привожу результаты российских исследований. Мне принципиальные исследования отведут с позиции того, что я должен понять, когда начнется эффективность от принимаемого препарата. Они берут в СЛДУФ, начинают назначать. Действительно, уменьшение числа симптомов наблюдается у половины пациентов. Снижение тяжести симптомов в два раза. Все хорошо и замечательно. Когда? Через 15-20 дней. Положительная динамика у скольки процентов пациентов? У 99. Космические данные. Результат исследования АКОРД. Чем оно интересно? Исследование на самом деле очень небольшое. Проводится Вадим Юрьевичем Богачевым. Всего в него входит всего 25 человек. Чем оно интересно? Тем, что там вообще отсутствует ампулированная форма. То есть все исследуется на таблетке. Снижение толерантности к статическим нагрузкам. Обратите, динамика замечательная. Болевой синдром по визуально-аналоговой шкале от 36 мм до 17. Качество жизни повышается на 27%. И тяжесть симптомов тоже значимо снижается. Исследование спорное, но большое. Но на клинических классах С1-С6. Мексиканцы исследуют, скажем так, удовлетворенность пациентов и исследуют удовлетворенность врача. Что получают? При назначении С1-Дексида удовлетворенность пациента 99%, удовлетворенность врача 99,7%. Ну, в общем-то, наверное, на 1000 это 2 человека, которые остались умеренно удовлетворены. Что касается назначения препарата, то у С1-Дексида действительно есть такой компонент, как комплексность. Дело в том, что у него действительно очень много точек воздействия. Это и сосудистая стенка, о которой я сказал. Это и каскад коагуляционных процессов. То есть он тормозит эти процессы. Это и торможение тромбоцитарного звена гемостаза. Это система фибринолиза, которую он активирует. То есть здесь есть очень много точек, на которые солдоксид будет воздействовать. Есть концепция разумных назначений. То есть когда мы берем все эти точки и ищем пациента, которому наибольшим образом будет соответствовать именно этот препарат. Когда он будет действовать не на одну точку, не только на нашу венозную недостаточность с его клиническими проявлениями, но и еще на несколько других, где они будут вовлечены. Берем про пациента с атеросклеротическими изменениями. Это частая история, когда у нас варикозная болезнь сочетается с атеросклерозом. У нас в рекомендациях Министерства здравоохранения 2016 года у нас уровень водительности доказательств А, 19 рандомизированных клинических исследований и метаанализ по солдоксиду о том, что он работает на атеросклероз. То есть по результатам этих исследований видно, что дистанция безболевой ходьбы увеличивается на 70%. Таким образом мы можем воздействовать одновременно и на венозную недостаточность, и на атеросклеротический процесс. Это частое сочетание. Мы ограничены в использовании компрессионной терапии у этих пациентов, поэтому фармакологическая терапия рассматривается как отличная, подходящая для них. Причем это все пациенты коморбидные. Полиопрагнозия нежелательна. По поводу коморбидности. Рассмотрим пациентов, у которых есть помимо венозной недостаточности заболевания сердечно-сосудистой системы. Здесь это вообще отличный анализ. 340 источников, в которых есть 6 рандомизированных клинических исследований, 7000 пациентов в этом анализе. К чему приходят? К тому, что при назначении солдоксида достоверно снижается общая смертность. Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, чистота инфарктов миокарда, чистота тромбозов. Это все, обратите внимание, со всеми оценками рисками, со всеми пи, на слайде приведено. Но пациенту с гипертонией для меня это было некоторое открытие. Оказывается, солдоксид достоверно снижает уровень систематического обзора, который показывает о том, что давление снижает солдоксид. Ну, вообще космический эффект. К чему на самом деле это? Если у пациента есть хронические заболевания вен, в сочетании с заболеванием сердечно-сосудистой системы назначение рассматривается как разумное. По поводу хронических заболеваний вены сахарного диабета. У нас буквально через 2 недели будут трофические изменения, мы там будем это все обсуждать. Но это тоже коморбидные пациенты пожилого возраста. Они ограничены в медикаментозной терапии, особенно в случаях диабетической нефропатии. Я подчеркну, нефропатия здесь уже становится прямо целым блоком для ряда препаратов. Трофические изменения у них смешаны и теологии. Мы знаем, что солдоксид работает на трофические изменения. Дальше включается дополнительное исследование в виде метаанализов. Метаанализов, обратите внимание, ссылки перечислены, причем исследования из 2016-2017 года. Эффекты от лечения. Рано-продуктивное действие солдоксида. Снижение экскреции белка. Обратите внимание, минимум на 50% у пациентов с сахарным диабетом. То есть мы можем лечить сосуды, мы можем корректировать параллельно состояние микро- и макроциркуляции. Мы корректируем макроангиопатию, связанную с диабетической нефропатией. Разумное назначение. Я обещал вернуться к гликокалексу. Теперь уже, когда мы знаем, что эффект есть и он надежный, возвращаемся к тому самому гликокалексу, как идет защита сосудистой стенки. На поверхности любой вены есть эндотелий. Это хорошо. Но эндотелий еще сверху покрыт гликокалексом. И вот так, как на картинке, выглядит плохой гликокалекс. Смысл заключается в следующем. Хороший гликокалекс выглядит так. Это все тот же слайд, который отражает состояние выстилки, эндотелиальной выстилки пациентов с сахарным диабетом. Вернемся на слайд. Вот так выглядят те пациенты, которые страдают микро- и макроангиопатиями при сахарном диабете. Этот слайд сделан после того, как этим пациентам назначается солдексит. Мы видим то, что сосудистая стенка покрывается полноценным гликокалексом. А вот отсюда уже рождаются все эти сосудопротективные свойства. Ну и понятно, что терапевтическая стратегия направлена на гликокалекс. Это интересное направление. Мы будем его развивать. Мы будем смотреть, как оно развивается в клинических исследованиях. По поводу сочетания флеботропной терапии солдексит и флеботоники, производной диасмины. Это частый вопрос. А можно или нельзя? Не то, что можно, а нужно. Мы возвращаемся к рекомендациям ЕСВС 2015 года и смотрим о том, что есть целая такая рекомендация, посвященная сочетанию микро-ионизированной фракции флебоноидов с солдекситом в лечении венозных трофических язв. Видим класс 2А, уровень убедительности доказательств А. Можно, назначаем, применяем, будем получать хорошие эффекты. Неожиданные эффекты. Для меня тоже неожиданные. Буквально в прошлом году, получается, в Польше конгресс проходит и есть доклад о том, что солдексит работает на гиперпигментацию после склеротерапии. Вопрос, как работает, для меня до конца не решен. Я не знаю, как он работает, но с позиции специалистов, которые проводят это клиническое исследование, эффект есть, понаблюдаем, чего они получат. Что касается нашего отношения к гликозаминогликанам при хронических заболеваниях вен, мы должны четко относиться, скажем так, и выдерживать определенную позицию. То есть мы корректируем эндотелиальную дисфункцию, и это действительно перспективная точка воздействия на устранение симптоматики венозной недостаточности. В отдельных клинических классах гликозаминогликаны лучшим обладают клиническим эффектом, который подтверждается с позиции доказательной медицины, нежели стандартная препотропная терапия. У гликозаминогликанов есть плеотропные действия, то есть они направлены не на одну какую-то точку, они действуют на многие точки, поэтому назначение солдексита перспективно у соматически отягощенных пациентов, в том числе у пациентов с облитерирующим тросклерозом, сахарным диабетом, другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертонии. Даже при длительном назначении побочные явления фактически не определяются, но и солдексит отлично сочетается с флюботропными препаратами, я показал. На что мы будем ссылаться? На наши клинические рекомендации. В клинических рекомендациях С5, С6 есть, С3, С4 есть, и в общем-то это все можно найти, можно сослаться. Мне как хирургу приятно, что основным методом лечения варикозной болезни остается хирургическое вмешательство. Без хлеба вроде пока мы не остаемся, это зафиксировано в наших клинических рекомендациях. Все хорошо. У нас есть золотой стандарт, безопасный, эффективный, быстрый, перечислены многие документы международные, в которых это все подтверждено. У нас есть внутренний стандарт работы нашей клиники, то есть лазер в клинике в больницах Российской академии наук мы делаем таким образом. Да, мы используем медикаментозную и немедикаментозную профилактику, мы обычно подходим с этапностью к вмешательству, то есть спрашиваем, косметика важна, не важна. Не важна, будем делать минифлебоктомию и склеротерапию попозже. Мы используем примедикацию особенно стрессорно-настройных пациентов. Мы используем радиальные световоды, длину волны 1470, а только аппаратную тракцию, никаких мануальных воздействий собственных, чтобы не влияли наши ручки на результат нашего лечения. Мы используем линейную плотность энергии 70-90 джоулей и компрессионный трикотаж 3-5 дней после операции. Но я бы сейчас немножко о другом рассказал, о том, что все хорошо, эти термические методы замечательные, у нас подходят новые нетермические методы, это механохимическая облитерация, представленная системой Клоривейный флебогриф. Это, на мой взгляд, интересное и перспективное развитие стволовой склеротерапии. Существует гаджет, на конце которого находятся раскрывающиеся кромки режущие. Мы заводим по обычной, абсолютно стандартной программе это устройство вену, раскрываем эти кромки в непосредственной близости от софенофембрального соусти и по следующим тракцию осуществляем, вводим пену, вена закрывается путем склеротерапии. Для меня это операция через один прокол, это амбулаторно, это не требует тумисценции, это требует компрессионной терапии в течение 5-7 дней, и мы добиваемся облитерации через 3 года, не наши данные, 90%, по нашим данным 90% через 1 год. Быстрый метод, то есть это буквально 10 минут работы в операционной, это относительно безопасно, это относительно безболезненно, это относительно дешево. Все относительно, потому что хороших клинических исследований сравнительных или рандомизированных не так много. И да, действительно, мы имеем достаточный опыт. В систематическом обзоре есть данные о том, что механо-химическая облитерация, а здесь приведены данные по кларивейну, через 3 года держит закрытую вену в 87% случаев. Механо-химическая облитерация может быть выполнена в любом учреждении, в любом медицинском пункте, операционная не нужна, можно в перевязочной. Это быстро, безболезненно и особенно это актуально для восприимчивых и чувствительных персон. Что касается клеевой облитерации, это ровно так же операция через один прокол. Это операция, которая выполняется амбулаторно, она не требует тумисценции, она может не требовать применения компрессионной терапии. Облитерация через 3 года здесь уже в рандомизированных клинических исследованиях для системы ВИНОСИЛ 92%, то есть это отличное исследование в сравнении с радиочастотной облитерацией. Это относительно быстрый способ, хотя и не получил он подтверждения, что он быстрее радиочастоты, но по крайней мере незначительно длиннее, по крайней мере так, это относительно безболезненно и пока это не сильно дешево, но будем смотреть, куда будет двигаться, скажем так, ценообразование. По поводу решения тромботических, вопроса тромботических осложнений, современные методы не решают этот вопрос. Мы встречаемся с тромбофлебитами по различным данным от 15 до 17%. Я готов сказать о том, что эти тромбофлебиты достаточно мягкие, о том, что они легко разрешаются и все проходит хорошо у большей части пациентов. В отдельных ситуациях клеевая облитерация может включить иммунный компонент, и это будет флебитоподобная ситуация, которая будет требовать дополнительного лечения. Сейчас этот вопрос интенсивно обсуждается в международных документах профессионального сообщества консолидирующих. В клинических рекомендациях наших, российских, клеевая облитерация включена, механо-химическая облитерация включена, делать можем, но в принципе только в России сейчас есть клеевая облитерация вина силы, альтернатив нетермических методов на данный момент нет, хлебогриф посмотрим, может быть получен. И вот мы обращаемся к нашим клиническим рекомендациям, насколько мы вообще их придерживаемся. Владимир Юрьевич упомянул слово «опрос», да, мы опросы делали, и вот смотрите, как распределились наши коллеги, а это клуб любителей виски и доказательной флебологии, 130 человек ответили, что же заставляет нас нарушить требования рекомендаций. Самый частый ответ – это неудобство или невозможность полноценного выполнения этих рекомендаций. А еще обратите внимание, каждый пятый считает, что существует какое-то внутреннее несогласие с требованием клинических рекомендаций. На что опирается врач в своей работе? Вот идеальный врач – это как робот, он подошел к пациенту, теоретически все понял, в голове у него всплыли очень большой массив рандомизированных клинических исследований и мета-анализов, и он принял идеальное решение. Но это вот в идеальной картине. На самом деле, конечно, все не так, потому что у нас есть несколько ставок, у нас есть ночные дежурства, у нас есть 70% врачей в Российской Федерации, которые женщины, и у нас есть английский язык, на котором написана большая часть этих клинических исследований. Американцы в 2004 году делают такое интересное исследование, сколько нужно времени для изучения всего массива поступающих данных, для того, чтобы быть в курсе. Этот массив данных оценивается с позиции врача общей практики. Что они получают? О том, что за год нужно врачу, скажем так, ознакомиться с 7 тысячами публикаций, ему нужно провести в месяц 627 часов за медицинской литературой, и в принципе в сутки он должен где-то ей заниматься 29 часов. Ну вот где-то 29 часов для того, чтобы он работал как робот, и это 2004 год, когда входящий поток информации был гораздо меньше. На самом же деле мы принимаем решение немножко по-другому. Да, у нас есть научные данные, но у нас есть еще опыт врача, и на него всегда ссылаются о том, что вот у нас накапливается этот опыт, мы его отрицать не можем. Только почему-то мы забываем о том, что в каждом конкретном случае есть особенность случая, и есть особенность потребностей пациента. И не все так однозначно, что это прям баланс двух составляющих. Если мы обсуждаем врачебный опыт, откуда он у нас рождается, мы его получаем в УЗИ. Согласен, мы черпаем информацию у старших коллег. Мне не экспертов прислушайте. Замечательно. Бываем на конференциях, слушаем поток рекламы, работаем, на работе нам кто-то что-то говорит, особенно медицинские представители активно это говорят. И у нас есть самостоятельные многолетние наблюдения. Я готов согласиться, что это действительно составляющая опыта врача. Но давайте разбираться. Данные, которые мы получаем в УЗИ, они устаревают еще до того, как мы этот УЗИ закончили. Советы старших врачей, мнение экспертов. Вот здесь я приведу данные 2017 года. Американцы проводят оценку смертности. У каких врачей смертность выше? Есть четкая корреляция. Чем старше врач, тем выше у него процент смертности. Я готов обсуждать такой пункт, что там множество причин. Может быть, просто старшим коллегам достаются самые сложные пациенты. Но на самом деле есть такой вот компонент. Чем старше врач, тем выше смертность. Поэтому старшие коллеги, но это не абсолютно объективный критерий. Действия рекламы медицинских представителей. Мы все обозначили конфликт интересов. Соответственно, вы должны понимать, что это вмешивается в, скажем так, в наш врачебный опыт. Самостоятельные многолетние наблюдения. Скажите, пожалуйста, а кто как проводит контроль собственных результатов? Насколько систематически вы осматриваете своих пациентов через год, через два, через три? Может быть, у вас есть системные ошибки какие-то? Из этих позиций у нас, в принципе, как у врачей, есть, ну, скажем так, одна возможность сесть в ПАБМЕД и целыми днями его штудировать. Другая возможность ознакомиться хотя бы с клиническими рекомендациями и их достойно знать. Константин Витальевич уже поднял эту проблему. Он сказал о том, что это нужно знать, как отчинаж, подпишусь под каждым словом. Есть еще одна опция. То есть есть возможность регулярного обращения к информационным ресурсам. Актуальную флюбологию сегодня процитировал. Один из вариантов обращения и получения актуальной информации.